У них все написано, у них просто минуты жизни на бумажках прописано. Невозможно было найти социальное жилье, поэтому нам обязательно нужно было переезжать. Собственно так и появилось желание переехать в Швейцарию. Если удаваться в тонкости, это не статус беженца, это статус временной защиты, статус С. Мы заполнили документы, у нас брали отпечатки пальцев, делали фото. Здесь цены на четырехкомнатную квартиру порядка тысячи евро. Очень дорого, причем даже местные швейцарцы говорят, что это очень дорого. Человек, проживающий на территории Швейцарии, он обязан знать один из государственных языков. Даже сейчас украинцы могут возвращаться в Украину по веским причинам. Швейцарские поезда не опаздывают никогда. Всем привет, ребятки. Это уже шестое интервью. Сегодня мы поговорим о Швейцарии. В гостях у нас сегодня Светлана Малик. Ну что, мы начинаем. Поехали. Свет, привет. Расскажи немножко о себе, кто ты, чем ты занимаешься, как ты оказалась в Швейцарии и немножко о себе вкратце, чтобы зрителю было интересно смотреть наше интервью. Как ты уже сказала, зовут меня Светлана. Я сама родом из Харькова. Большую часть своей жизни прожила там. Кто я сейчас? Я свадебный фотограф. Долгое время в Украине я проработала в салоне красоты мастера маникюра. Собственно, переехала вынужденно из-за войны. Не планировала никуда в ближайшее время переезжать, но так сложились обстоятельства. В Швейцарии я уже полгода. Смотри, почему именно Швейцарию ты выбрала? Расскажи об этом. Ну, можно же было выбрать разные страны, правильно? Да. К сожалению, не было много времени на раздумья, куда ехать, когда ехать. Началась война, я практически сразу же приняла решение, что выезжать буду с ребенком. И изначально планировала ехать в Италию. Там есть очень хорошая знакомая. Она не рекомендовала выбирать Италию, потому что эта страна плохо помогала украинцам на тот момент. Все это время я пыталась уговорить родителей поехать со мной вместе. Очень переживала, чтобы они не оставались. И когда они согласились выезжать, то мы решили вместе, что едем в Германию. Там у нас есть друзья. Вот так мы переехали в Германию, начали учить язык, но при этом мы не могли зарегистрироваться как беженцы. В той земле уже невозможно было найти социальное жилье, поэтому нам обязательно нужно было переезжать. Либо переезжать в другую страну, либо переезжать в другую землю в Германию. Так как было много стресса, решили съездить в гости к знакомым, к друзьям в Милан. Путь был как раз через Швейцарию, из Германии в Милан, через Швейцарию. Собственно, так и появилось желание переехать в Швейцарию. Это было спонтанно. Но самое главное, мы хотели быть в Швейцарии, в немецкоговорящей части. Хорошо. Расскажи, как долго вы там находитесь? Если абсолютно точно, с 1 апреля 2022 года. Полгода. Ты оформляла статус беженца там? Если удаваться в тонкости, это не статус беженца, это статус временной защиты, статус С. Да, оформляла. Ну, это как в Германии параграф 24, да, получается? Бегущий от войны, да, получается? Да, временная защита от войны. Потому что беженцы, они должны жить в центрах для беженцев, не имеют права 3 года работать, у них забирают все документы. Но это не совсем удобные условия, поэтому мы выбрали другой вид. Хорошо. Вот если получить статус беженца, это человек не может выезжать, да, из страны какое-то время, да, получается? Там в течение трех лет или какого времени? Есть такое? Нет, нет, нету таких ограничений. Даже сейчас украинцы могут возвращаться в Украину по веским причинам. Предварительно сообщаем муниципалитету о том, что планируется поездка в Украину. Это будет не дольше двух недель. Но это не приветствуется. Из-за этого у украинцев возникло очень много проблем у многих с выплатами, с документами, потому что кто-то не предупреждает о выезде, у кого-то не веская причина. Но в принципе выезжать можно. Если это страны Евросоюза, страны Шенгенской зоны, здесь даже на границах нет никаких проверок, поэтому даже никто не будет знать, что покинул страну. С этим проблем нет. Скажи, как долго занимает оформление «Бегущие от войны»? Вот параграфы от этого. Когда мы подавали документы, было очень много вновь прибывших в страну, поэтому это было достаточно долго. Мы подавали анкету онлайн, затем нас приглашали на одно собеседование, мы заполнили документы, у нас брали отпечатки пальцев, делали фото. Через время мы получали уже письмо, одобрена ли наша заявка. Позже мы ехали вновь в отпечатки пальцев и фото, но это уже на документ на пластиковый. И от момента, как подали онлайн заявку, до момента, как готовый документ у нас уже был на руках, прошло полтора месяца. Да, около двух даже. А вот до этого государство чем-то помогает по поводу жилья, предоставляет жилье в этот момент, когда ты ждешь? В Швейцарии этим занимаются разные службы. Документы подаются всем. Это организация по работе именно с беженцами, с иммигрантами, с беженцами. Они дают вид на жительство, они оформляют все документы, проверяют, являешься ли ты беженцем в другой стране. Деньги выплачивает местный муниципалитет. Поэтому еще до получения статуса С одобренного мы уже получали помощь от муниципалитета. Здесь это называется гимайнда. Поэтому с первого же дня, как мы прибыли, начали считаться дни, когда нам помогали. Кто-то раньше получил эту сумму, кто-то позже, но это две разные, параллельно идущие. Скажи такой момент, вот жилье, где вы жили в этот момент? Мы приехали в Швейцарию, уже зная, где мы будем жить. Нас уже ждала семья, поэтому мы не переживали за то, где нам находиться. И сейчас мы все так же продолжаем жить в этой семье, но подали заявку на отдельную квартиру. Какой размер пособия для взрослого и на ребенка идет в Швейцарии? В Швейцарии 26 кантонов, ну это типа области, в каждом кантоне свои законы и, собственно, свои выплаты. Где-то больше, где-то меньше. По их внутреннему законодательству максимальная сумма, которую могут выделить на лицо со статусом С, полторы тысячи франков. Здесь деньги местные, это франки. Они приблизительно как евро оцениваются, один к одному, курс один к одному. Это максимальная сумма, которую может погасить муниципалитет за человека. Сюда входит обязательная медицинская страховка до 500 евро в месяц. Сюда входят соц. выплаты на жизнь, на питание, на проезд. Выплаты за коммунальные, либо за проживание в каком-то там социальном житье. И поэтому, в зависимости от того, в каком кантоне, сумма, которая выдается на руки чистыми деньгами, очень отличается. В среднем это 300-350 франков евро на человека взрослого, на ребенка немного меньше. Но заметили такую тенденцию, чем большее количество человек в семье, тем меньшую сумму выплачивают. Самые большие выплаты получают, например, мама с ребенком или семья пенсионеров, два человека. Хорошо, подытожим немножко. Вот взрослые до 500 евро, да? Нет, нет, 500 ни в одном кантоне не платят. 300-350. Нет, 500 нигде. Максимальная сумма, что мне известно, 400 франков, но местами и 200 франков. А сколько ребенок получается? Половина меньше, да, получается? На ребенка сумма такая же, как и на взрослого в основном выплачивается. В зависимости от того, просто в каком кантоне, сумма отличается. Подытожили, хорошо. Так, идем дальше, смотри. Тебе дают там вид на жительство, на какой срок? Да, мы получили документы с видом на жительство до мая 2023 года, на год практически. На год, а потом это продлевается, или как это дальше происходит? Ну, если вдруг ситуация не меняется в стране, да, война продолжается, то есть могут продлить, да, я так понимаю? Да, да, да. Процедура такая, что если война продолжается, то продлевают документы. Если война прекращается раньше, здесь никто не знает, что ожидает тех, кто живет в Швейцарии. Одни говорят, что можно будет остаться при определенных условиях, другие говорят, что нельзя будет остаться ни при каких условиях. Поэтому позже узнаем. Хорошо. Помогает ли страна в изучении языка? Да, помогает. Языковые курсы в основном оплачивает муниципалитет. Поэтому при желании можно посещать курсы. Извиняюсь, что перебиваю. Смотри, там у нас четыре языка, да, я так понял? Французский, немецкий, какие еще? Итальянский и ретероманский. Я себе даже записала. Ничего себе. Основной немецкий. И акцент идет на немецкий язык, да, в основном? Или все зависит от региона, где ты находишься, да? То есть, человек, проживающий на территории Швейцарии, он обязан знать один из государственных языков. Документы подаются на языке кантона, в котором проживаешь. Мы проживаем в немецкоговорящем кантоне, соответственно, документы заполнялись на немецком языке. Хорошо, понятно. То есть, а если человек, допустим, знает английский хорошо, он на английском может тоже заполнить, правильно, что я понимаю? Заполнить документы? Да, да. Или только на немецком? Это нужен человек, который поможет это сделать? Это человека выделяет государство такое? Когда мы ездили, то были волонтеры, которые оказывали помощь там. То есть, этого волонтера мы помогали. Хорошо, да, да. Хорошо. Есть ли какие-то курсы для переселенцев, для переквалифицироваться, допустим, человек работал на одной специальности, получить другую специальность? Какие-то курсы есть для переселенцев? Нет, если для смены работы, то нет. Все платно. Ну, курсы всегда есть, но они все платные, бесплатных нет. Хорошо. Смотри, ты фотограф, да? Ты работаешь по специальности, пробуешь там? Я ищу возможность работать, но для этого обязательно нужно владеть государственным языком. Поэтому на данный момент я изучаю активный язык. Я общаюсь со своими организаторами о том, как нам в дальнейшем строить наше сотрудничество. В принципе, работы много, работа хорошо оплачиваемая. Я надеюсь, в дальнейшем все будет хорошо. Английский язык очень помогает, но этого недостаточно. Ни для кого не секрет, мы занимаемся свадебной индустрией, занимались и занимаемся. И, Света, ты ж узнал, какие там расценки? Мне кажется, это будет интересно для фотографов, для видео. Какие расценки там на фото, видео на свадьбы, допустим? Узнавала ты? За видео точно не могу сказать, за фото очень большой разбег цен. Но скажу, мои личные наблюдения, что лучшие профессионалы, наверное, в Украине были, есть и будут. Ну, может быть, теперь уже разъехались по Европе, но качество очень сильно отличается. Уровень значительно ниже, уровень фотографов большинства значительно ниже. Вот, поэтому есть очень хорошие специалисты. У таких специалистов час съемки стоит порядка 500 евро в час. Это просто прогулка на природе или студийная съемка? Как это? Студия оплачивается отдельно. Это средняя цена за работу фотографа. Сюда не входит проезд к месту съемки. Ну, и, соответственно, аренда места съемки, если это студия какая-то или номер. Если, ну, например, фотографировать свадьбу, свадебная съемка, 8 часов, у очень средненького фотографа может стоить не меньше 2000 евро. Но хочу заметить, здесь фотографии относятся не так, как в Украине. Большинство, когда узнают, что я фотографирую, они говорят, ну, ты здесь будешь без работы, потому что просто так у них никто не фотографируется. Даже на свадьбах обходятся часто просто телефонной съемкой. Поэтому, с одной стороны, это высокооплачиваемая работа, с другой стороны, не все видят необходимость провести съемку. Например, семейную съемку, либо по случаю, я не знаю, каких-то семейных праздников или предложения руки и сердца. То есть, отношение к фотографии совершенно другое, не такое, как у нас, да, получается? Хорошо. Как тебе местные жители там? Люди, в общем, очень хорошие, но совершенно другие. Совершенно другие. В общем, они очень дружелюбные. Как они относятся к переселенцам? Я могу сказать свое мнение, потому что слышала много разных мнений. Своё мнение я очень... Ко мне относились очень хорошо, оказывали очень много помощи. Поддерживали в плане куда-то отвезти и найти работу, помочь. Либо поначалу, там, когда приехали, одежду где-то купить, получить, оформить документы. Помощи было очень много. Очень дружелюбные. Когда видят, что ты не знаешь языка, всячески хотят помочь. Никто не нервничает по этому поводу. Если даже ты стоишь в очереди, в магазине, и ты поймешь, что от тебя... Ну, в начале, да, никто не понимал, что на кассе тебе задают какие-то вопросы, как ответить. Очередь по этому поводу не возмущается. Все пытаются как-то помочь, разрешить эту ситуацию. В общем, мне очень нравятся люди, местные люди. Они, на мой взгляд, очень дружелюбные, очень спокойные, спокойные, но при этом трудолюбивые. Они не торопливые по своей натуре, но они очень трудолюбивые. У них как у хорошего специалиста работа спорится. Они делают быстро и качественно, но без нервозности какой-то, без... А какой рабочий день у них получается? Рабочая неделя там... Стандартная рабочая 42-часовая неделя. За неделю 42 часа. Или 40? 42. По 8 часов в день 42, да? Чуть-чуть больше, значит, они работают, да, получается, чем в Украине? Украине 40... У них, да, у них рабочий день оценивается в процентах. Вот 100% рабочей недели, это 42 часа. Хорошо. Перейдем к аренде жилья. Я так понял, вам помогает семья, вы за аренду не платите, да, получается? Они принимают, и за счет государства государство помогает оплачивать аренду. Как это происходит у вас? Или вы оплачиваете часть? Принимающая сторона не получает никаких денег, и от нас их не ожидает, но это такие условия в стране. Это нормальные условия. Муниципалитет ежемесячно выделяет небольшую сумму, чтобы мы отдавали семье принимающей. В нашем случае это 200 франков за семью, за двоих человек в месяц. Вот мы проживаем четверо, я с сыном и мои родители, 400 евро, ну, либо франко, мы должны отдать принимающей семье. Хорошо. Вот вы проживаете, у вас, получается, отдельные комнаты для ребенка или совместно все это? Здесь с этим очень строго. Обязательно должны быть отдельные комнаты. Это вообще даже не обсуждается. И даже иногда для семейных пар выделяют отдельные комнаты. То есть для мужа одно, для жены другую. Вот сейчас мы ищем квартиру, у нас 4 человека, и нам не рекомендуют искать жилье меньше, чем на 4 комнаты. Нам предлагают 4 или 4,5 комнаты. То есть это, ну, то, что в Украине называется комната-студия. Это кухня, соединенная со столовой. Хорошо. Стоимость жилья, если вот арендовать, какие разбег цен там получается? В зависимости от места проживания. Мы живем в деревне, территориально это деревня, населенный пункт этот на 2000 жителей, но по уровню жизни, обустройству, инфраструктуре, это просто супергород. Это в 50 километрах от Сюриха. Здесь цены на 4-комнатную квартиру порядка 1000 евро в месяц. Но это без оплаты коммунальных платежей. Также квартира сдается без мебели полностью. Встроенная кухня. Это стандартная цена. Если с мебелью, цена бывает выше, но не все это любят. Помогает ли государство в поисках работы? Есть какие-то службы занятости? Скорее нет, чем да. Мне порекомендовали оформиться в службу, ну типа джок-центр, здесь это называется РАФ. Я пошла на собеседование, заполнила миллион бумаг. В результате мне никакую работу не предлагают, но при этом требуют от меня отчетности, что я хожу и сама ищу себе работу. Вот такая система. Есть работа, в принципе, которую могут предложить, что-то где-то убирать, либо... Это низкоквалифицированная работа такая получается, если без знания языка, да? Без знания языка, да. Либо на пекарню, например, можно устроиться, работать с 3-4 утра. Есть такая работа, такую могут предложить, но... Но это если с 3-4 утра, это получается 8-часовой, грубо говоря, день, и на ночь получается, ну раньше же будешь освобождаться, получается. Бывает такая работа не с полной занятостью. Здесь очень нормально работать один раз в неделю, работать ежедневно, ну по полдня. То есть здесь не обязательно работать 42 часа. Ты сам выбираешь, или работодатель предлагает, сколько часов. Расскажи, какая там средняя заработная плата? Вот узнавала у людей? Я могу сказать, какая минимальная заработная плата. Грязными это 4200 евро в месяц, чистыми на руки 3500 евро уходит. Это 42 часа работы в неделю. Месячная зарплата 3500 евро. Средняя зарплата 6200 евро. Это с вычетом налогов или... Да, это чистыми на руки 3 с половиной. Да, 3 с половиной это чистая зарплата, которую получаешь на руки. Хорошо. Какой там климат? Приятный, комфортный. Отличается от Украины, погода очень отличается. Мы приехали 1 апреля, и неожиданно в этот день шел снег с дождем. Они говорят, обычно этого не бывает. Из того, что мы могли наблюдать, днем температура приблизительно такая же, как в Украине, в такое же время года, ночью обычно значительно холоднее. Вот, например, летом вполне нормально было, что днем 32, ночью 13. То есть это... Ну, такие большие переклады температуры. С одной стороны, ночью такая хорошая прохлада. Люди категорически устанавливают себе кондиционеры. Они дышат свежим воздухом, открывают окна. Но при этом вот такие перепады. Может быть, это из-за гор, может быть, другая причина. Местные говорят, что климат очень изменился. Часто или там идут дожди? Часто. Часто. Я бы так сказала, наверное, если по дням считать, процентах 60, наверное, это когда идут дожди, дождливые дни. Но здесь дождь тоже идет не так, как в Украине. Он налетает, просто тучи, начинается очень сильный дождь, просто ливневый дождь. Длится он недолго, 20 минут. Максимум полчаса, это самое максимальное, что я наблюдала. И так же резко заканчивается. Продолжаем. Давай поговорим о расходах немножко. Какие там расходы на деньги, на те же продукты, на тот же уход за собой. Давай с продуктов начнем. Продукты здесь очень дорогие. То, что мы привыкли есть в повседневной жизни, стоит очень дорого. Например, вначале была проблема, мы все переводили на гривну, абсолютно все цены, поэтому можно было вообще от стресса уходить сразу из магазина. Сейчас уже немного привыкли. Например, хлеб стоит в среднем 3-5 евро. Небольшой хлеб, полкилограммовый. Мясо. Куриное филе стоит порядка 30 евро за килограмм. Свинина 20 евро за килограмм. И это фермерская. Если брать домашнее, цены 60 евро за килограмм. В среднем так. Говядина, та, которая мраморная, доходит до 120 евро за килограмм. Ну, при этом украинцы тоже могут приспособиться. Например, мы заметили такую закономерность, что ближе к концу дня иногда мясо стоит дешевле, поэтому выбор меньше, но можно купить мясо дешевле. А кроме того, например, продаются целые куры по 7,50 за килограмм. Ну, собственно, хозяйкам из Украины без проблем можно разделать курицу, купить целую, разделать будет и филе, и ножки, и крылышки. Будет все. Поэтому, ну, цены другие, но можно приспособиться. А скажи мне такую вещь, вот уход за собой, там, тот же парикмахер, услуги парикмахера, там, услуги косметолога, грубо говоря, дорого, дорого там это? Очень дорого, причем даже местные швейцарцы говорят, что это очень дорого. Например, мужская стрижка порядка 40-45 евро. Женская стрижка намного дороже. Покраска, 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 вплоть до 300 евро может выходить покраска, наращивание ресниц 100-150 евро, маникюр, если, ну, стандартный, как в Украине, большинство девушек делает маникюр с покрытием, гель-лаком 80 евро. То есть для них это как роскошь считается, да, я так понимаю, уход за собой? Да, женщины здесь выглядят не так, как женщины в Украине. Ну, с одной стороны, они не заморачиваются, они себя прекрасно чувствуют без всего этого тюнинга. Мало женщин ходят с нарощенными ресницами. Очень мало ходят с маникюром. Волосы у большинства в порядке. И покраска, и стрижка в этом плане. А как ты думаешь, вот может измениться ситуация из-за того, что приехали наши специалисты туда, да, и улучшить как-то эту ситуацию в той же Швейцарии, да, грубо говоря, ну, в сфере услуг, да, вот таких? Возможно, возможно. Потому что, ну, все восхищаются украинскими девушками, женщинами, потому что, даже имея минимальные деньги на проживание, украинские девушки выглядят хорошо. И, соответственно, швейцарские мужчины понимают, что женщины и девушки могут выглядеть иначе, чем в основном они привыкли видеть каждый день. поэтому, ну, в этом плане тоже многие швейцарки берут пример с Украины. С другой стороны, цены на услуги, ну, немного тоже изменились. Местные мастера оказывают не очень качественные услуги в сфере красоты. Мастера из Украины оказывают супер высокого качества услуги, поэтому тоже таких мастеров ценят. Я думаю, что многое поменяется в плане ухода за тем же телом. На фоне швейцарок украинки очень спортивные. Ну, не зря говорят, что украинки самые красивые в мире. Это ж не зря произошло. Ну, да, это и генетика и еще труд. Мужчины итальянцы говорят, что самые красивые, а девушки самые красивые это украинки. Ну, это мое мнение. Ну, я где-то это слышал, кстати. Смотри, Свет, дальше идем. Дороги какие там вообще? Хорошие и опять-таки другие, не такие, как в Украине. Покрытие очень хорошее, но, например, в Украине до начала войны я за рулем была всего несколько месяцев, поэтому как водитель не сильно могу оценить, но здесь до сих пор за руль еще не села. очень узкие, здесь очень узкие. Ширина полосы на одну машину. Очень извилистые, потому что везде горы, тоннели, только на автобанах на несколько полос дороги есть, по городу на одну машину полоса. Вот. Очень часто дороги проходят по краю обрыва, и поэтому еле разминаются машинами. Там правостороннее движение? Правостороннее. Правостороннее. Вот мы заговорили за водительское водительское удостоверение, да, вот если человек приехал с Украины, подходит ли водительское удостоверение, ну, подходит оно к этой стране? То есть не нужно его пересдавать? На данный момент по закону украинские водители имеют право ездить за рулем по украинским документам. Через год якобы должны пересдавать экзамен на языке, на государственном языке, на языке кантона, в котором проживаешь. Поэтому как это будет дальше, я не знаю, но пока еще водители ездят. А вот правила дорожного движения отличаются чем-то от наших или это международный стандарт? Международный стандарт, но есть определенные нюансы. Например, ездят с отключенным светом постоянно, круглогодично, на габаритах, потому что постоянно тоннели, часто туманы, то есть нету вот этих нюансов, что там до 1 мая включенный свет или с 1 октября, то есть ездят постоянно с включенным светом. первое. Второе, очень-очень уважают пешеходов. Настолько, что даже бывают курьезные ситуации, мы гуляли с семьей на улице вечером поздно, около 11 вечера, в это время все швейцарцы в основном спят уже вдоль дороги, и мы с ребенком шутили, как-то толкались, и мы находились прямо возле пешеходного перехода. и машина остановилась, она думала, мы переходим, она остановилась, и так было все время, так несколько раз было, что мы подходим близко к пешеходному переходу, и машина сразу же останавливается, как копаная, вначале это было непривычно, пропускают всегда, пропускают везде. очень мало светофоров, их практически нет, в основном это движение по кругу, очень много тоннелей, но качество дорог супер, даже высоко-высоко в горах это супер покрытие. Хорошо, у тебя есть сын, да, так понимаю? Вот он в школу пошел сейчас? Да, он пошел с апреля месяца, мы приехали в апреле, в апреле он пошел в местную школу, так нужно по закону. Он попал в класс, который в основном на немецком разговаривает, правильно? То есть и учительница объясняет на немецком получается. Сколько украинцев там в классе у него, кроме него? Не одного. Он один получается? Да, здесь школы немного по-другому устроены, вот у них скажем так младшая школа это обучение с 1 по 6 класс в этой школе их 2 ученика из Украины. Все. в разных классах. Хорошо, еще такой вопрос, образование оно платное или бесплатное для украинцев? Школьное? В школе бесплатное, и для местных жителей в школе тоже образование бесплатное, им выдают дневники, тетрадки, книги, что еще? Слышала, что в старших классах выдают планшеты либо маленькие ноутбуки для работы непосредственно на уроках, у нас еще пока этого нет. Обучение в школах бесплатное. Вот там нужно будет какие-то взносы, ничего не нужно делать, да, как вот привыкли. Купить шторы? Ну, не шторы, да, шторы, понятно, что там нету такого. Вот, я не за шторы говорю, я за вот школьные принадлежности. Выделяются ли суммы какие-то вот на это, на школьные принадлежности? Ну, допустим, там те же тетради, те же... Это все предоставляет школа. Школа предоставляет. Да, то, что должны обязательно купить родители, портфель, затем, ну, ручка, карандаш, циркуль, вот такой вот план, пенал. Учебное пособие идет со школы, да, получается? да, абсолютно все, и тетради в том числе, и дневник, и тетради. Хорошо, хорошо. Хорошо, давай поговорим о медицине. Вот, медицинская страховка, нужно ли, ну, обязательно ли она, или, это вот то, что ты говорила, там 50 евро, да, получается, или сколько? 500. 500. Эта сумма колеблется в зависимости от возраста на ребенка, там, небольшая сумма идет, ну, это все оплачивается муниципалитетом, поэтому я не могу сказать абсолютно точно сумму. Ну, стандартно это, там, 150, 200 евро на ребенка, страховка, на человека среднего возраста, там, до 50 лет, 250, 300 евро, более старшего возраста до 500 евро в месяц, ежемесячно. Хорошо, что включается? Абсолютно все, операции, анализы крови, обследования, абсолютно все, то есть многие украинцы, у которых были серьезные проблемы со здоровьем, уже здесь получили помощь квалифицированную, мы сделали операции, то есть, единственное, что это не касается, например, вот в стоматологии, по страховке можно сделать минимум, по минимуму все процедуры, если ты хочешь, там, например, поставить брекеты, то это уже в страховку не входит, это уже твои личные... Ну, это понятно, это как, это дополнительно, как бы, не считается. И 10% нужно возвращать, вот это единственное, что 10% оплачивает пациент, вот здесь, по закону. То есть, даже если он сделал операцию, там, за 100 тысяч долларов, то 10% он возвращает, но это все равно ему выгоднее, чем если бы он обращался, здесь очень дорогая медицина, например, прием доктора может стоить, ну, там, доктор-окулист, 400-500 евро, это просто прием. А это там тоже нужно вот декларацию какую-то делать, семейный доктор, или как это происходит? Большинство документов за нас оформил муниципалитет, поэтому я нюансов не знаю. Да, оформляется договор с доктором, и ты приходишь к семейному доктору, семейный выслушивает о твоих проблемах, если считает, что в этом проблема есть, он может отправить к узкому специалисту, вот, есть частные доктора, скорее всего, по течение этих докторов не оплачивается страховкой, вот, ну, а так тоже через семейного доктора все. Хорошо, идем дальше. Как выглядят местные деньги вообще? Там они как-то, ну, по-другому выглядят, чем не как мы привыкли, да? Дети? Деньги, деньги. Деньги? А, деньги, да, они, они другие. Они вертикальные, да, получается, или как они? Нет, нет, горизонтальные, горизонтальные, обыкновенные купюры, по размеру они немного меньше, чем украинские гривны, на них очень много ярких, красочных картинок, и очень много степеней защиты. Местами они прозрачные, ну, как, скажем, полиэтилен, кусочки полиэтилена вставлены, очень, очень красивые деньги, и очень много мелочи. Что для нас было непривычно, мелочь у них называется, ну, копейки, то, что мы привыкли называть копейки, это раппи, и полфранка, это так прям дроби написано, не 50 раппин, а одна вторая, франка. Мы долго искали. Нужно привыкать к этому, да. Хорошо, идем дальше. Вот, можно ли пить воду с крана? Да, можно. Здесь все пьют воду с крана. Здесь очень много чистых озер, горные реки, ледники. То есть, получается, если ты принимаешь душ, грубо говоря, ты используешь фильтрованную воду, да, получается, или как это? Ну, по-видимому, да. Тогда я вообще об этом не думаю. Ну, получается, если с крана ты пьешь, то, соответственно, и там она идет чистая. Хорошо, давай поговорим об общественном транспорте. Вот там есть общественный транспорт? Да, конечно. Сильно развит, вот, скажи. Да, очень. Что поезда, что автобусы. Уровень обслуживания, ну, просто супер. Во-первых, пунктуальный. Во-вторых, очень часто ходят. В-третьих, на каждой остановке есть табло, на котором написано, какие маршруты ходят, через сколько минут прибудет, если опаздывает, насколько опаздывает. швейцарские поезда не опаздывают никогда. Ну, там, если есть сдвиг на суточном маршруте в минуту или в две, то они стараются это нагнать. Ну, здесь очень много скоростных поездов, скорость более 200 км в час, поэтому в тоннелях ездят, что автобусы, что поезда, все очень... То есть, между городами это быстро можно перемещать? И не только городами, и между деревнями. Есть, конечно, некоторые районы, горные районы, например, где высоко в горах находятся дома, и туда только на личном автомобиле можно доехать. ну, а так развязка просто супер. Комфорт, но очень дорого. Но опять-таки очень дорого. Хорошо, хорошо. Стоимость бензина какая там? бензином здесь заправляют машины очень редко, чаще дизель, электроавтомобили. Бензин за литр 95-го 2,10, литр 98-го 2,20. Как работают магазины в выходные? В выходные все отдыхают. Магазины в том числе. Единичные случаи это магазины на железнодорожных вокзалах, и то они не круглосуточные. Ну, возможно, еще в очень крупных городах, типа Цюрих, Фаберна, Женевы. До скольки работает магазин в будний день? Максимум. В деревне где мы живем до 6 вечера. Некоторые магазины работают еще с перерывом в среднем где-то с половины 7-го с 7-ми утра до 6-ти вечера. В некоторых случаях 2 дня в неделю чуть дольше до 8-ми вечера, но воскресенье всегда выходное, поэтому продуктами нужно запасаться заранее. После скольки времени нельзя шуметь и не мешать другим? Как это происходит? Да, есть ограничения, правила поведения. Например, в будний день шуметь можно до 11-ти вечера, и днем с 12-ти до часа тоже нельзя шуметь. И в выходные дни воскресенья тоже никакого шума такого быть не должно. То есть никакой стройки, громкого ремонта, государственные праздники тоже к этому относятся, никакого шума. Внутри дома с закрытыми окнами пылесосить, пожалуйста, никакого постороннего шума для соседей. Для тех, кто в частном доме живет немножко проще, кто в квартирном доме немножко сложнее, потому что даже пылесосить в выходной день нельзя. Это относится и к шуму, например, от душа. Что будет происходить, если вот человек шумит? Это вызывает полицию или как это происходит? Сам механизм я не знаю, я знаю, что это очень наказуемо, высокие штрафы. Швейцарцы люди очень доброжелательные, но очень законопослушные, поэтому если кто-то нарушает закон, они обязательно об этом сообщат. Сами не нарушают и другим не дадут. Например, душ после 10 вечера в многоквартирном доме принимать это уже шум. Поэтому нужно все свои процедуры закончить до 10-11 вечера. То же самое с мылом бычка. С одной стороны положительное есть же, что же, ты раньше ложишься спать и нету посторонних шумов. Возможно, кто может раньше лечь туда. А во сколько ты ложишься спать? Обычно очень поздно. Я вообще сова, поэтому ложусь поздно. Кроме того, есть привычка по ночам обрабатывать фотографии, когда никто не мешает, когда никто не отвлекает. Кроме того, сейчас изучение языка тоже. Мне намного удобнее вечером, когда сын уже спит. Я ложусь очень поздно. Хорошо, давай поговорим о домашнем интернете. и сотовой связи. Сколько стоит оплата домашнего интернета? На данный момент, пока мы этих платежей не имеем, знаю со слов других людей. Мобильный интернет, домашний интернет 50-60 евро в месяц и мобильная связь от 40 евро в месяц. Разные пакеты есть дороже. это минимально. А что за операторы там какие-то? Из того, что я знаю с виском, Sunrise это те операторы, которые предоставляли бесплатную мобильную связь для украинцев. Собственно, сейчас и пользуемся их услугами. Давай поговорим о безопасности. Безопасно ли там гулять вечером? Вечером безопасно гулять? Да, мы часто гуляем вечером. На мой взгляд, это безопасно. Абсолютно. Говорят, что в Швейцарии нет бандитов, нет грабителей. То есть малый процент преступности, получается? Говорят, что очень низкие. В основном преступники это те, которые не заплатили какие-то налоги, не заплатили штрафы для тех, кто у них сидят в тюрьме. В основном речь не идет о конкретных преступлениях, грабеж. То есть если ты вышел из квартиры, забыл закрыть квартиру, никто туда не залезет, да? Наверное, да. Наверное, да, потому что я слышала много случаев о том, что уходят и оставляют свой дом открытый. Кроме того, многие пользуются услугами клининговых компаний отдают ключи от своих домов чужим людям, они с определенной периодичностью приходят, убирают, либо там делают ремонты. Наверное, это безопасно. Хорошо, как тебе вообще страна в целом? Расскажи. в целом, все очень нравится, но все совершенно другое. Мне нравится здесь образ жизни людей. Мне он во многом близок, хотя сильно отличается, но они очень трудолюбивые, они очень рационально относятся к своему времени. Все домашние, бытовые вопросы они решают будние дни, уборка, стирка. В выходные дни они отдыхают, они просто отдыхают с семьей, с друзьями. Эти дни не посвящены глажке, урокам ребенка. То есть ты хочешь сказать, что семейные ценности на высоте получается? На высоте, да. Очень ценят женщин. Женский труд домашний тоже очень ценят. Мужчины очень помогают женщинам по дому. Нет разделения, что посуду мыть должна женщина. В принципе посудомоечная машина моет посуду. Мужчины наравне с женщинами делают все домашние дела, в этом плане очень помогают. В воспитании ребенка тоже мужчины очень помогают. В этом плане мне нравится очень много. Подходит климат тоже. Страна красивая, все соблюдают правила, мне это тоже очень нравится, я люблю, когда я знаю, что меня ожидает. если я веду себя правильно, что меня ожидает. Нет непредсказуемости. Есть определенная стабильность. Тоже все очень нравится в этом плане. То, что дорого, пока что непривычно. В принципе ко всему человек может приспособиться. Если работать и зарабатывать их зарплаты, я думаю, с этим проблем тоже никаких не будет. А место там, где ты живешь, это курортное место, считается? Нет, просто очень красивое место. Курортное у них настолько избалованы люди красотой природы, что у них курортные места это рядом с огромными озерами, либо в горах, но у нас есть друзья, которые делали нам такие сюрпризы, мы были в самых красивых и самых дорогих местах Швейцарии, они нас возили туда, поэтому тоже видели много всего. Какой совет ты можешь дать людям, которые хотят переехать в Швейцарию? Ну, прежде всего, наверное, это, как говорится, своим уставам в чужой монастырь не ходят, то есть быть готовым к тому, что здесь другая жизнь, здесь всё другое, уметь жить по чужим правилам, узнавать их, кроме того, быть самим дружелюбно настроенным к окружающим людям. Да, так и всё получится. Хорошо, Свет, ну всё, мы все вопросы прошли, которые мы подготовили, вот, спасибо тебе большое за это прекрасное интервью, с тобой было интересно пообщаться, вот, для тебя это первое интервью, я поздравляю тебя с этим, вот, всё, ребятки, мы закончили, ребят, до новых встреч, скоро будет много новых интервью, с разными людьми, с разными профессиями, вот, всё, до новых встреч, пока-пока. У них всё написано, у них просто каждая минута жизни на бумажках прописана, даже за то, что в туалет мужчины все сидят, должны ходить, иначе штрафы сумасшедшие. Ну, это, я, кстати, где-то слышал это уже насчёт сидя. Либо, да, либо специальные писёры для мужчин. Ну, это всё с гигиеной же связано, в принципе, ну, так, но мы про это не будем. Окей.